В мире есть полно других развлечений, например, еда. А почему такие вот кадры сидят там? А у нас, говорит, чековый аппарат не работает, мы вам от руки напишем. Я говорю, в смысле, что вы мне чек от руки напишите? И она такая, ну сегодня он не работает. Я говорю, ну тогда я письмо оставляю здесь. Как всегда, как мы любим, минуточка, АСМР. Всем привет, мои хорошие, спасибо, что заглянули ко мне в гости. Сегодня мы будем с вами кушать меню из KFC. Это такой баскет, помните, я вам говорила, что у них есть акция для дураков. Нужно купить 10 баскетов и получить один бесплатно. Так вот, дурак перед вами. Сначала я думала, какой идиот будет покупать 10 баскетов, чтобы получить один бесплатно. То есть это настолько сложная акция. Пока ты будешь покупать эти 10 баскетов, может эта акция вообще закончится. Ну как видите, я штучка еще там, еще здесь приготовила себе компот. Брать напиток в KFC я не стала. Раз бесплатно, так бесплатно, правильно? Взяла баскет и пошла. Ой, 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 я обожаю. Обожаю я это просто. Как всегда, как мы любим, минуточка АСМР. Нереально острые просто. Как это вкусно. Пошла сегодня утром в KFC. Точнее, 5 минут назад я там была. Смотрю, девушка сидит и ждет свой заказ. Смотрю на девушку и понимаю, где-то я ее видела. Знаете, одно дело, ну где-то видела и видела. Сейчас не помню, кто это. Махнула рукой и пошла дальше. А другое дело, у меня прям в голове крутится вот это. Где же я ее видела? Сначала такая, думаю, может, соседка моя. Потом, знаете, перекручиваю себя в голове, вспоминая всех своих соседей. И понимаю, что нет, не соседка. И я сижу, жду свой заказ. И меня не покидает вот эта мысль, что где я ее видела. Я хотела к ней подойти и спросить. Девушка, мы с вами знакомы. Потом иду. И всю дорогу тоже думаю о ней. Где я ее видела? Ну прям такое знакомое лицо. Потом я вспоминаю, что мы, оказывается, работали с ней вместе в Асанхеднат. Это как паспорт стол в России. Меня иногда поражает, вот люди пишут, какие зарплаты в паспорт столе, а кто сколько зарабатывает, а какой сектор сколько имеет зарплату. Мне кажется, это такой нетактичный вопрос. Ладно, еще мой заработок спросите. В принципе, мой заработок я не скрываю. В одном из видео я говорила, сколько стоит тысяча просмотров на моем канале. Дальше же вы можете сами посчитать и сделать выводы. Окупаются вообще видео или нет. Некоторые комментарии вообще не перестают меня удивлять. Так скажем. Как же это вкусно. Если вы подписаны на мой инстаграм, то следующая история вам уже знакома, вы знаете все подробности. Но если нет, слушайте. Вчера я пошла на почту. Мне папа отправил карточку. То есть я хотела российскую карту Сбербанка. А здесь ее открыть невозможно. И так как папа не собирался прилетать в ближайшее время, он мне сказал лучше все, я тебе по почте отправлю. Все оплачу. Ты просто здесь получишь. Я сказала окей. Мне звонят с почты. Я иду туда. Мне говорят, вот ваше письмо. Вам нужно заплатить один монат. Один монат это около 40 рублей. Вроде сумма небольшая. И по идее я должна была сказать окей. Но я-то знаю, что у нас на почте происходят очень незаконные вещи. Если папа там заплатил за доставку, почему опять я должна платить? И тут у меня вопрос такой к девушке. Точнее даже женщину. Там одна девушка, она очень-очень наглая. Вот эта женщина более-менее такая, знаете, приземленная. Я говорю, окей, я заплачу. Только, говорю, предоставьте мне чек о том, что я вот заплатила один монат. И она такая сразу так растерялась. Говорит, а у нас, говорит, чековый аппарат не работает, мы вам от руки напишем. Я говорю, в смысле, что вы мне чек от руки напишите? И она такая, ну сегодня он не работает. Я говорю, ну тогда я письмо оставляю здесь. Я приду, говорю, завтра. Вот когда у вас чек будет работать, тогда я и заберу. Я говорю, я просто не хочу нарушать закон. Я знаю, когда что-то нужно покупать. Говорю, когда что-то покупаешь, нужно получать чек. Я говорю, я не хочу нарушать закон. Я говорю, вообще и налоги всегда плачу. То есть я добросовестная гражданка. На что она дает мне это письмо? И говорит, ничего не надо. И тут у меня такой жирный знак вопроса. Получается, от начала я не должна была платить за это письмо, раз они мне не могут предоставить чек. Ребят, нас обманывают из-за нашей неграмотности. Вообще, если бы она там со мной спорить поначала, я бы планировала вообще снять видео. И пусть вся страна, вся республика знает, что вот в этом почтовом отделении творятся вот такие вот вещи. Просто знаете, там мелочи. Один монат сорок копеек. Мне кажется, руководящие должности даже не в курсе о том, что происходит. Вот. И там есть одна девушка такая сидит, черненькая. И даже был случай, когда она брала у меня 5. 5 монат за доставку. Кто-то может сейчас скажет, знаете, у них маленькие зарплаты. Но извините меня, это не мои заботы, что у вас маленькая зарплата. Не нравится, не устраивает. Иди на хорошую работу, на высокоплачиваемую работу. У нас в Азербайджане очень много людей, которые закончили высшее учебное заведение и без работы работают где-то продавщицами, потому что нет рабочих мест, например. А почему такие вот кадры сидят там, а кто-то без работы? Какой-то честный человек без работы. Вы у меня супер оперативные. Я в Инстаграме сняла сториз, что вот такое вот произошло. Мне сразу кинули номер горячей линии. Столько людей мне написали спасибо, что они даже не знали про то, что вот так вот происходит. Их тоже очень много раз обманывали на почте. Они платили по 6 и по 7 монат. То есть столько мне человек написало. Это вообще что-то с чем-то. Я к чему веду? Не давайте себя обманывать. Это опять же идет из-за нашей, извиняюсь за выражение, тупости. Мне не жалко этот монат. А я могу пойти купить три вискоса и пойти кошек покормить. Но когда тебя вот так вот обманывают и считают, что это круто, это правильно, что ты такой лох, ты ничего не понимаешь, это действует на нервы. И тем более у нас в Азербайджане, знаете, как стоит куда-то пожаловаться, реально сразу предпринимают меры. У нас люди просто никуда не обращаются. Вот. Такая вот ситуация. У меня иногда такое ощущение, что я прям семейный психолог. Люди пишут свои истории и говорят, что вот расскажи на камеру, посоветуй что-то, не знаю, давайте пообсуждаем эту тему. Конечно, могу зачитать, но анонимно, не буду говорить имена. Вот. Сколько бы лет ты себе дала, если бы не знала своего возраста? Не знаю, мне кажется, так, как и есть. Около 20 лет я бы себе дала. Как ты относишься к тому, что дети с раннего возраста начинают курить? Вы знаете, у нас в Азербайджане есть девушки, которые курят, но раньше они как-то все это скрывали. У нас внизу здесь, недалеко, есть одна пивнушка. И вот, когда я прохожу около этой пивнушки, официантки там всегда курят, но где-то в общественном месте вы раньше никогда бы не увидели девушку, которая курит. Это как-то не приветствуется здесь. Но в последнее время я все чаще и чаще вижу подростков, девочек, которые курят. Это на самом деле очень печально. Вот. Потому что я против курения, алкоголя, наркотиков. Я против. Я считаю, что это не нужно. В мире есть полно других развлечений. Например, еда. Зачем увлекаться именно такими вещами? Я не знаю. Я не знаю. Мне кажется, этот баскет предназначен для двух человек. Мне нравится парень. он старше меня на 5 лет, но мне 14. Вообще, я знаете, что заметила? Когда тебе, например, 25, а, например, парню 30, ты не так сильно ощущаешь эту разницу в возрасте, когда тебе 14, ему 19. Это очень сильно ощущается. Мне кажется, вообще в 14 лет заводить какие-то отношения серьезные не стоит. Лучше радоваться жизни и жить себе в кайф. Выйти замуж и нарожать детей всегда успеешь. Лучше карьеру построить. Не знаю, чем-то интересным заняться. Еще одна минуточка АСМР. Внимание! Ребята, внимание! Как же вкусно! Как же это вкусно! Ты бы хотела домашнее животное? Вот как раз это такой вопрос. Вчера я чисто случайно зашла на сайт. Как всегда блогеры говорят на сайт, но не скажу на какой, потому что это будет реклама. Но нет. Я зашла на Валафуа и как-то я увидела там шпицы маленьких, но у нас они очень дорого, ребята. 1700. Если бы не было настолько дорого, я бы взяла. Напишите, пожалуйста, а в вашем городе вообще сколько стоит щенок шпица? потому что у нас на мой взгляд очень дорого. 1700, 1800, дороже 1500 нету просто. Очень дорого. на этом все. Я наелась. Почему взяла так много? Могу объяснить в кадре, когда много еды выглядит, по-моему, намного красивее, нежели когда, например, одна такая ножка и две картошки. Это не особо вызывает аппетит, так скажем. Кстати, чуть не забыла. Тут одна девочка, Амина, задавала мне под одним из видео несколько вопросов и жаловалась, что я постоянно не отвечаю именно на ее вопросы, поэтому я решила сегодня ответить. У нее вопросов много здесь. Здесь очень много вопросов, около пяти штук, но я отвечу на один, потому что другие вопросы очень часто повторяются в предыдущих моих видео. Здесь первый вопрос. Какие твои любимые роллы? Если честно, я название роллов так-то особо и не знаю, но мне очень нравятся запеченные вот эти вот с шапочкой. Ой, какие они вкусные, какие они вкусные. Это просто божественно. Еще такой момент. У нас роллы будут один раз в неделю. Каждую неделю один раз роллы. Буду стараться брать разные и знаю, что вы всегда ждете эти видео. Ну что, давайте будем закругляться. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Может быть, для вас это мелочь, но для меня безумно приятно. На этом все. Всем пока!